Интересно о сложном. В День российской науки, который отмечается 8 февраля, Ивановский химико-технологический университет предложил студентам вместо будничных занятий послушать оригинальные лекции. Одну из них прочитал заслуженный ученый, президент университета и член-корреспондент Академии наук Оскар Койфман. Аудитория – читальный зал научной библиотеки. Тема лекции особая – молекулы жизни. О парферинах, которые составляют основу гемокрови, хлорофилла и такого важного витамина, как В-12. Ивановская школа химиков-парферинщиков – одна из основных, если не самая основная в России. Мы до сих пор держим, в общем-то, лидирующее место в России и в мире. Что такое парферины, знают, пожалуй, все, кто пришел на лекцию. Однако рассказать об этих соединениях так, чтобы публика слушала, затаив дыхание, необходим особый талант оратора. Оскару Койфману его не занимать. Почти всю научную карьеру он посвятил парферинам. Вот вы представляете себе Останкинскую телебашню. Вот высота ее 512 метров. Вот если эту Останкинскую телебашню, представить себе, какой она занимает объем, то только в нефтях Сибири содержится столько парферинов, равных по объему Останкинской телебашни. На этом лекционная программа дня не закончилась. На образовательной площадке «Точка кипения» выступил проректор ИГХТУ Евгений Румянцев. В формате интерактива с аудиторией обсудили молекулярные машины. За их создание в 2016 году была присуждена Нобелевская премия. Например, вот эти эффекты межмолекулярных вращений уже сегодня используются человеком для того, чтобы вращать ротор у магнитной мешалки. То есть это уже такое полезное первое действие, которое сделали химики. Если лет 10-15 назад об этом могли химики только мечтать, то сегодня это уже реальное достижение. Без профильного образования вникнуть в тонкости химической науки очень непросто. Тем не менее, узнать о современных трендах в отечественных и мировых исследованиях можно и без особой подготовки. Особенно, когда разговор идет в неформальной дружеской атмосфере. Мне кажется, это наиболее оптимальный формат лекции, потому что именно тогда мы понимаем именно саму суть материала, а не вот эту внешнюю оболочку, которую порой нам диктуют в университете, и мы скучно это записываем. Такие лекции в День науки химтех проводит уже не первый год. Приглашают не только студентов, но и любознательных ивановцев, которые хотят открывать для себя новые грани знаний. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.